Приветствую, друзья! Что такое справедливая зарплата? Сколько это? На самом деле, единого ответа на этот вопрос не существует, он зависит от многих факторов. Богатая страна или бедная, рыночная экономика или плановая, частный сектор или государственный. Какие же зарплаты считает справедливым российское общество? По мнению участников опроса сайта Работа.ру, врачи, преподаватели, ученые получают несправедливую маленькую зарплату. Врачи должны получать, по мнению россиян, в среднем 123 тысячи рублей в месяц, учителя – 120 тысяч, а ученые – 130 тысяч. Достойная зарплата, по мнению россиян, должна быть также у пожарных, инженеров и шахтеров. Хорошо, это справедливая по мнению общества зарплата. А какая в реальности? Давайте возьмем предварительные данные Росстата за 2020 год. Средняя начисленная зарплата в области здравоохранения и социальных услуг – 49 тысяч. В образовании – 39 тысяч. Это не только в 2-3 раза ниже справедливых, по мнению общества, но даже ниже вообще средней по стране. Ученые, по данным Росстата, получают больше, чем все россияне в среднем – 85 тысяч. Но и эта зарплата сильно не дотягивает до того, что общество считает для них справедливым. Шахтеры получают вдвое меньше, чем должны, по мнению россиян. Из данных Росстата тяжело понять зарплаты по некоторым профессиям. Поэтому обратимся к сайту с вакансиями. Искать будем не в Москве. Нам же нужны средние зарплаты. А по другим городам. Вот, пожалуйста, зарплата инженера во Владимире – 40 тысяч рублей в месяц. Пожарного ждет – 31 тысяча. Разница впечатляющая. Ну, а есть ли профессии, которым, по мнению россиян, переплачивают? Есть. По мнению, 80% опрошенных слишком много получают чиновники. А 40% считают, что несправедливо-хорошо платят топ-менеджерам госкомпании. Если с менеджерами госкомпании вопросов давно ни у кого не возникает, то с чиновниками все интереснее. Если мы посмотрим на данные Росстата, то мы можем увидеть, что средняя зарплата в сфере госуправления хоть слегка и выше средней по стране, но она не слишком высокая – 54 тысячи рублей. В чем же подвох? Почему, по мнению россиян, мы переплачиваем чиновникам? Ответ прост. Под чиновниками, конечно, подразумевается верхний уровень управления – министры, депутаты, губернаторы. И тут картина совершенно иная. Нижняя планка доходов в правительстве – около 20 миллионов в год. У отдельных представителей – до 740 миллионов. Похожая ситуация у депутатов и у губернаторов? Нет, конечно, любой чиновник в лед объяснит свое богатство бизнес-талантами жены. Ну или тещей. Или продажи мифического имущества, которое, правда, необъяснимым способом сперва оказалось в собственности. Но никто, кроме следователей и прокуроров, в эти объяснения не верит. Впрочем, они, конечно, тоже не верят. Поэтому, как только тот или иной министр или губернатор впадает в немилость, так сразу выясняется незаконность происхождения его богатства. Ну а люди, конечно, считают все это неправильным и несправедливым. И не верят декларациям и объяснениям чиновников. И вот здесь возникает удивительная ситуация. Общество считает такое положение вещей несправедливым. Чиновники и госменеджеры купаются в роскоши, а учителя, врачи и ученые получают в разы меньше, чем должны были бы по мнению россиян. Казалось бы, такой сильный и понятный запрос на справедливость, ну он просто должен быть представлен какими-то политическими силами. Но этого нет. Ну то есть как? Так называемая системная оппозиция и даже Единая Россия на словах выражают озабоченность проблемой бедности и высокого уровня расслоения. Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Вообще вдумайтесь, у нас восьмой год падают реальные располагаемые доходы людей. Уже даже дружественные властям и следователям говорят, что народ нищает. Наши сограждане за последнее время набрали рекордное количество микрозаймов, а это значит, что люди просто не могут дотянуть от зарплаты до зарплаты. Год от года подавляющее большинство россиян заявляет об ухудшении возможностей для заработка. Где в этой ситуации системные оппозиционные, в кавычках, конечно, партии или политики? А их нет. По одной простой причине. В нашей стране невозможно бороться с бедностью, несправедливостью, с неравенством, не борясь с Путиным. А как наши оппозиционные, в кавычках, партии относятся к Путину, мы знаем. Ну и вы пошли на очень ответственный шаг, начался ремонт Конституции. Мы считаем, что альтернативы Владимиру Путину нет. Боже, царя храни! Именно ведь Путин создал систему, где бенефицарами всей страны являются высшие чиновники и топ-менеджеры госкомпаний, которые воруют миллиардами. А для остальных в Конституции закрепляют мрот на уровне жизни нищих африканских стран. Именно Путин бессменно находится у власти уже больше 20 лет. И все это время обещает, обещает, обещает. Уже было обещание зарплат там в 2700 долларов к 2020 году. Были майские указы о повышении зарплат, потом новые майские указы, поскольку прошлые явно не выполнялись. Конечно, никаких 2700 долларов в 2020 году никто не увидел. Конечно, никакие майские указы не выполнены. Зато Путин и его друзья просто сходят с ума, не зная на что еще потратить украденные деньги. А обслуживающие его силовики вообще покупают квартиры, чтобы складывать там вот эти вот накраденные богатства. Критика путинского режима за обнищание подавляющего большинства граждан – это не левая, а нормальная социальная политика. Путин построил крайне правое корпоративное государство, в котором вся страна приватизирована им и его друзьями. Поэтому любой ответственный политик будет более левым, чем нынешний режим. Хотя бы просто потому, что Россия по Конституции – государство социальное. А достойная жизнь, гарантированная людям Конституции – это прежде всего нормальная, а не нищенская зарплата. Я лично всегда был сторонником рыночной экономики. Она более эффективная, она дает больше возможностей молодым энергичным. Вот в 1998 году во время дефолта я ставил лицом к лицу с рабочими ЮКОСа, которые за день потеряли две трети зарплаты. В этом не было их вины и было мало моей. Так получилось. Но они в раз потеряли возможность кормить свои семьи. Поверьте, это очень тяжелое впечатление, которое заставляет вас пересмотреть некоторые убеждения. Государство на самом деле имеет только одно предназначение – сделать жизнь своих граждан максимально комфортной и безопасной. А если большинство граждан считают это устройство несправедливым, то просто отмахнуться от этого нельзя. Если вопрос достойный, именно достойный, а не высокая оплата труда по каким-то причинам не волнует даже левые партии, то этим придется заниматься другим политикам. Но заниматься этим все равно придется. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливого!